Нижний Новгород В законе такси он уже стал одним из самых обсуждаемых в обществе. Чем же этот закон привлек внимание антимонопольной службы? Ну, тем же, что и общество. Он затронул очень живой, очень интересный, очень экономический, социально важный рынок, рынок легковых перевозок такси. И идет широкое общественное обсуждение, к нам приходят люди, к нам обращаются структуры, и ровно поэтому мы самое пристальное внимание на закон-то и обратили. То есть, я так понимаю, есть какие-то вопросы, связанные вот с этим законом, да? Ну, у людей не столько вопросы, сколько опасения и тревоги. Люди говорят о том, что они многого не понимают, они говорят, что сам закон неплохой, нормальный, но между тем порядок реализации этого закона, который уже утвержден, вызывает большие опасения. Люди его не понимают, люди считают его неудобным, люди считают его коррупциогенным, и люди считают, что при формальном применении они оказываются в полной власти у чиновников. И с этим они к нам и приходят. Насколько я знаю, сейчас ваше ведомство готовит письмо в органы власти, скажем так. Да, мы готовим обращение к губернатору и председателю законодательного собрания. В этом обращении мы представляем наш анализ процедуры, которая сегодня утверждена правительством области. Мы хотим отметить в этом документе те, с нашей точки зрения, потенциальные угрозы конкуренции, потенциальные барьеры, которые создаются на рынке, и будем вносить конкретные предложения. Самое главное состоит в том, чтобы упростить процедуру, сделать ее прозрачной, четкой, не коррупциогенной, и максимально перенести процедурные моменты в закон, сделать его по возможности закона прямого действия. А в чем конкретно вы видите возможным ограничение конкуренции? Начнем сначала. Для того, чтобы получить разрешение, вы должны собрать большой пакет бумаг. Вы должны разложить их в определенном порядке. Прошить, привезти, сдать. Потом вы месяц ждете. Потом пять дней принимают решение. Потом это решение направляют вам. Сколько оно будет идти к вам и каким способом, неизвестно. Вы получили разрешение, это лицензия. После этого вы должны известить каким-то образом департамент транспорта о том, что вы получили. Только после этого вас заносит в реестр. Вся эта история может занять полтора-два месяца, и пока вы не в реестре, вы не можете работать. И дойдет ли до вас это письмо из департамента транспорта или нет, неизвестно. И есть еще одна сторона дела. Департамент транспорта фактически облечен контрольными полномочиями. И он имеет право по закону, по порядку утвержденному правительством, проверять документы, осуществлять некие контрольные процедуры. И на основании результатов контрольных процедур может еще и отказать в рассмотрении документов, хотя такая возможность не предусмотрена федеральным законом. Иными словами, создается ситуация, в которой человек отправляется в суд и полтора года будет искать правду, а все это время его такси будет стоять у бордюра. Каким же образом можно решить эту проблему? Ну, самый простой способ посмотреть как у людей, да и поступить похожим образом. Есть великолепная совершенно практика города Москвы, о которой я готов очень коротко рассказать. Мы внимательно слушаем. Ну, в рамках электронного правительства человек заходит на сайт, оставляет заявку на получение разрешения, ему назначают время, он приходит с документами и в этот же день уходит с разрешением. Причем разрешение не стоит ему ничего, ни копейки. Если у него 10 машин или больше, там, по-моему, 3 дня срок, но тоже крайне либеральный. И это вся история. Ничего больше не надо. И вот такая божья простота, она привлекла людей, и уже тысячи, по сведениям, на конец прошлой недели, порядка 8 тысяч участников рынка уже получили разрешение. И мне кажется, что не надо ничего придумывать и просто посмотреть как у людей и как минимум сделать это. Если это не будет устраивать нижегородский рынок, предприниматели, потребители, почему-либо, если появятся нарушения, вот тогда надо усложнять и утяжелять процедуру. Но для начала, поскольку рынок сложился, люди зарабатывают на нем деньги, они этими деньгами кормят семьи, не надо ничего трогать, с нашей точки зрения, не надо делать никаких вещей, которые бы ухудшили их положение. Конечно, можно теоретизировать на эту тему сколько угодно, и очень интересные мысли высказываются участниками дискуссии. Каждая из этих мыслей, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Но, как говорит великий русский народ, одно дело делаешь, другого не порть. Вот наша позиция крайне проста, не трогать рынок, не портить рынок, не мешать людям зарабатывать и устранять те несоответствия, которые будут проявляться. А как вы считаете, вот недавно прозвучало мнение одного из депутатов законодательного собрания, что нужно ввести обязательное квотирование в закон такси, по вашему мнению, это действительно необходимо? Ну, может быть, когда-нибудь в какой-нибудь перспективе это так случится. Пока же мы не видим никаких экономических предпосылок к этому, рынок не перегружен, это во-первых. Никаких сигналов к этому нет, никаких жалоб на недобросовестную конкуренцию на этом рынке тоже нет. И, кроме того, он гибок. Одни и те же люди с утра едут на работу, ночью садятся за баранку и возят людей. И в этом смысле он абсолютно живой. Как только возникает перегрузка предложением, люди просто меньше времени будут проводить за рулем. Это саморегулирующийся механизм, который уже работает. И вторгаться сегодня с идеей квотирования, это значит утяжелить, создать барьер и потенциально повысить цену услуги, больше ничего. Вот говоря о ценах, по вашим прогнозам, стоит ожидать роста ценной услуги такси? Ну, я надеюсь, что это не произойдет. Я надеюсь, что наоборот, закон в конечном счете будет способствовать стабилизации, может быть, снижению цены. Но при одном условии. Если этот закон будет действительно либеральным, действительно он не будет создавать барьеров, он не будет создавать людям дополнительных трудностей и расходов, если этот закон не будет потенциально коррупциогенным. Хорошо. Депутаты ЗАГС Собрания намерены создать рабочую группу по мониторингу этого закона. И, насколько я знаю, ваша служба будет участвовать в этом, да? Да, собственно говоря, это была наша идея. Мы предлагали ее на каких-то стартовых этапах. Мы говорили о том, что участвующее управление, то есть участие потребителей, участие хозсубъектов, тех, кто возит, совершенно необходимо в настройке процедуры, поскольку это то, чего не было. И не поговорить с рынком и сделать без людей, ну, это просто безумие. Это все испортить с самого начала. Такая идея была вынесена. Мы очень рады, что она была поддержана. И мы, безусловно, войдем в эту группу и, безусловно, будем очень активно в ней работать. Ну, в общем, я так понимаю, что закон можно совершенствовать, правильно? Безусловно, его и можно совершенствовать, и нужно совершенствовать. Но хотел бы повториться. Этот рынок существует. Он кормит тысячи людей. Многие десятки тысяч людей потребляют его услуги. Это сложившаяся система. И вторжение в нее должно быть крайне аккуратным, крайне осторожным. И всякий раз, вторгаясь, необходимо быть уверенными, что мы ничего не ухудшим и улучшим ровно то, что хотим. Ну что ж, будем надеяться, что ваше мнение будет услышано и на уровне властей региональных. Все будет учтено. Закон будет таким, каким должен быть. Да, мы на это надеемся, мы это очень хотели бы. Спасибо. Напомню, у нас в студии был руководитель Нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы России Михаил Цидорович. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.